Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии и поговорим сейчас о третьей главе. В самом начале третьей главы, по-видимому, продолжается та проповедь, которая была помещена во вторую главу, поэтому в отрыве от нее достаточно сложно понять этот текст. Там, во второй главе, Бог обличал народ Божий за предательство, который выражается в том, что руки по локоть в крови, и они поклоняются чужим богам. И это прелюбодейство, это предательство, это блуд со стороны народа Божьего, потому что в той второй главе отношения людей с Богом уподобляются отношениям брачным. И вот в третьей главе, с первого стиха, продолжая эту мысль, Господь говорит через пророка, «Если муж отпустит жену свою, и она сделается женой другого, не может возвратиться к нему, потому что этим осквернилась бы страна-то». Ну, по крайней мере, в те времена, сейчас нравы, в общем, не столь строгие, вероятно. Наверное, где-то. Но в те времена, вот, когда женщина уходит от одного к другому, потом возвращается к первому, еще куда-то, вот эти все вот такие перемещения от мужчин к мужчине, это считалось действительно ужасной скверной, осквернением земли. Об этом говорит Господь, и предполагается, что все слушатели пророка должны сказать внутри себя, так сказать, «Да, конечно, когда женщина так себя ведет, это осквернение земли той. А ты со многими любовниками блудодействовала, дщерь Израиля, говорит Бог, и однако же возвратись ко мне». Хотя Господь признает и обличает вот этот бесконечный блуд, «Бесконечное предательство израильтян в области веры и закона, но все-таки ты возвратись ко мне». Ты у дороги сидела, осквернила землю блудом твоим и отбросила стыд. Но теперь ты даже пытаешься говорить Богу «защити, ты был путеводителем юности, не всегда будет он в гневе, а делаешь зло, говоришь вот всякие такие слова, а делаешь зло и преуспеваешь в нем». Вот поэтому разнообразным внешним проявлением религиозных возрождений согласно Иеремии грошится нам. Дальше, начиная с 6 стиха 3 главы, «Новая проповедь, новое видение и новое свидетельство пророка во дни царя Иосии». Господь говорит пророку, «Видел ли ты, что делает дочь Израиля? На всякой высокой горе она блудодействовала, поклоняясь разнообразным идолам. И я говорил ей, возвратись ко мне, посмотри, говорил Бог Израилю, дщерим Израилевым. А Иудея, которая была в этот момент чуть в стороне, могла объективно посмотреть на происходящее. То же самое, один к одному. Никто не учится на чужих ошибках». Собственно, вот смысл этого пассажа. «Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. Обратилась ко мне всем сердцем своим, но только притворно». Оказывается, вот как бывает. Оказывается, мы можем притворно обратиться к Богу, а Бог видит сердце. И он этой лжи, этому притворству не доверяет, потому что видит правду. Это чрезвычайно важно на самом деле помнить. И Господь говорит пророку, отступница дочь Израиля оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Потому что, ну, в конце концов, она отступила и отступила. И не делала вид, что она, Северное царство я имею в виду, религия Северного царства, не делала вид, что они там последняя надежда человечества, оплот нравственности и все прочее и тому подобное. Ну, язычники и язычники, ну, все по-честному. А Иудея нет. Иудея пыталась корчить из себя. Понимаете, вообще, оплот правильного прославления Бога. А на самом деле была точно так же языческой мерзостью. Но, может быть, еще вот что важно. Обращаясь к израильтянам, к Северному царству, которые отреклись от Бога, ну, и остались в своем язычестве честны. Я не изолью на вас гнева моего, говорит Господь, потому что я милостив, если вы вернетесь ко мне. Только признай вину свою. Это обращение к Северному царству чрезвычайно важно, потому что Бог дает и Иудея возможность увидеть, как пути правды перед Богом могут вести к исцелению, признай только вину твою, бы ты отступила от Бога. Возвратитесь, дети отступники, и возьму вас, ну, хоть по одному человеку из города, но все-таки спасу, все-таки удастся мне спасти, говорит Господь. И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. Представляете, да? Когда Иериме, все это в Иерусалимском храме говорит от Бога, дам вам пастырей по сердцу моему. Тут вокруг стоят пастыри с такими животами, щеками надутыми в спецодежде, говорят, как, а мы что, значит, вот пастыри не по сердцу Бога? Нет. 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 Оказывается, это тоже возможно. И так бывает. Это тоже чрезвычайно важно. Богу по сердцу, когда наши пастыри пасут нас сознанием и благоразумием. А если нет ни того, ни другого, они не по сердцу Богу. И еще Господь говорит потрясающую вещь. Вдруг. Ни из того, можно сказать, ни из сего. Какое-то такое эскатологическое пророчество, видимо, у пророков души устроены. Когда они начинают это видеть и говорить, они уже не могут остановиться, им трудно. Бог говорит, вот обратитесь ко мне, хоть кто-нибудь, я хоть кого-нибудь, но все-таки обязательно спасу, не дам вам до конца исчезнуть. И вот, пророк говорит, пастыри по сердцу моему, и будет, когда вы размножитесь, сделаетесь многоплодными на земле, он уже видит картину процветания, картину процветания. И тогда, говорит он, вот все вот эти вот внешние стороны дела, ковчег завета, ковчег завета, святыня, где хранится жезл Ааронов прозябший, и сосуд с манной, и так далее. Да это все, говорит, Господь уже будет никому не нужно, его уже не вспомнят, потому что Иерусалим весь будет престолом Бога. Все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим. Вот сама жизнь, где люди собраны, будет престолом Бога, и будут поступать уже не по упорству злого сердца своего. Все народы не будут более поступать по упорству злого сердца своего. Вот это тоже, конечно, потрясающе важные слова. И дальше, здесь же в третьей главе, снова Господь через Иеремию говорит о вероломстве людей. И на самом деле, понимаете, во-первых, конечно, это ужасный упрек. Когда тебя обвиняют в вероломстве, в предательстве, это очень стыдно. Но, помимо прочего, оказывается, что Богу наша верность важна. Может быть, было бы чрезмерным дерзновением сказать, что Ему нужна наша верность, что Он верит в нас. Но все-таки для Него это важно. Это поразительное свидетельство о сердце Бога, которое открыто к нам, открыто, которому больно от того, что мы предаем Его доверие, от того, что мы поступаем вероломно. Еще до новозаветных времен, это, тем не менее, важное очень откровение у сердца Бога. Богу больно, когда мы Его предаем. а мы думаем, что Он сердится, возмущается, топает ногами, понимаете, ругается нехорошими словами, а Богу больно. И это очень разные вещи, очень разные. Гнев и боль очень разные вещи. И вот у Иеремии Бог в первую очередь говорит именно об этом, о том, что Он не готов соглашаться на наше человеческое вероломство. и призывает народ Божий, говорит, что вот голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля, что они изратили путь свой. Возвратитесь, мятежные дети, говорит Бог. Возвратитесь, мятежные дети. Богу нужно, Ему хочется, такова Его воля, чтобы мятежные дети к Нему вернулись. Нет воли Отца Моего, чтобы погиб один из малых всех, говорит Господь Иисус. Вот здесь вот тоже Бог говорит, возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, потому что ты, Господь, Бог наш, в Боге нашем спасение Израилева. Таким образом, вообще служение пророка, не только Иеремии, но, может быть, и всех остальных, в первую очередь не в том, чтобы устрашить или обличить, а в том, чтобы призвать к покаянию, призвать к возвращению. Аминь. 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 Аминь.